Значит, специально для Славы Фомичёва я отвечаю который раз, писал, что раз у вас такое случилось, то просто-напросто успокойтесь и ничего не делайте. Тёплые ванны, тёплые ванны, если есть возможность нет, значит, горячий душ там и всё, и всё. Значит, что он пишет? Сегодня маму увезли в психбольницу, она хотела выброситься из окна, её всё колотило, сильное напряжение. Я неделю не ходил в туалет, сегодня сделал микроклизмы из воды и мочи, и только кал еле вышел, и, наверное, неполный. Опять, скажите, мне теперь клизмы делать из мочи или молока с топлёным маслом? Я не знаю, ваше состояние, вот так вот только описывайте, значит, вот, вот это состояние далеко не полное, что вы там использовали соду и перекис водорода. А вот по ходу действия дальше выясняется, что год назад я весил 120 кг, сейчас 67 кг. И, понимаете, вот как бы сказать, для некоторых непонятно связать 120 кг и 67 кг сейчас, и вот это вот состояние здоровья славы, и далее, значит, переживания за него и его мамы. Я как-то на эту тему говорил, что человек начинает применять самооздоровление, и, ну вот, допустим, он имел 120 кг веса, потихонечку приближается к норме, когда это его вес идеальный. И, естественно, он себя великолепно чувствует. Как раз он говорит, что вот я был счастливым человеком. А потом, когда думают, ага, раз она всё это помогает, я буду дальше продолжать, вот эта палка перегибается. И то, чего не было, когда он весил в 120 кг, то есть были одни проблемы. Эти проблемы на 80 кг, допустим, исчезли. А через некоторое время, когда вес начал уменьшаться за 80 кг, да, вот 67, появились совершенно иные проблемы. И вот тут следует остановиться вовремя. Но, увы, как-то вовремя мало кто делает. Поэтому, поэтому я ей сказал, остановись, ничего не делай, успокойся, подумай. Вот, что касается мамы, поговори с ней по душам, как-то её успокой, чтобы до этого всё там такое было. Ну, вот, что получилось, то получилось. Не хочу сказать, что он сам виноват, или я виноват. Но я как-то вам уже писал на тему. Вот вы пошли, допустим, там, к врачу, или к целителю, или сами начали заниматься, вы говорите. И в результате получили какое-то осложнение. Кто виноват? В конце концов, страдаете вы. То есть, это говорит о том, что, значит, ни целитель, ни врач, ни вы сами не смогли решить проблему. И она дала знать о себе в полный рост. Значит, надо всё бросить. Иногда бывают такие моменты в жизни. Всё надо бросить. Остановиться. И крепко подумать. А так ли я живу? А то ли я делаю? А так ли я мыслю? Ну, почему не получается? Вот такой вот анализ. И порой на этот анализ уходит ни час, ни день, а иногда даже и месяца мало. Поэтому я, раз он читал книги, и на таких, ну, будем говорить, вещах, я просто-напросто не знаю. Это всё равно, как бы тут лучше правильно выразиться, чтобы поняли, я не пытаюсь, допустим, от него отвернуться. Что вот человек стрял, и ноги стрял, это твои проблемы, всё, я дальше иду. Я вот такой вот, допустим, специалист по здоровому образу жизни. Нет, я не хочу от него отвернуться, но в то же время, в то же время, получается следующая картина, что она не полная, мне была принесена пить сначала или не пить вот эти вещи. Я не знаю, что там я ему сказал, это твоё дело. Оказывается, что у него был вес огромный. Откуда у него взялся этот огромный вес, 120 килограмм? Оказывается, что он потом его за год сбросил. С помощью чего, как он сбросил, что там делал, не ясно, непонятно. Хотя он там пишет, что перевозбудил там ветер. Если перевозбудён ветер, значит, надо его гасить. Как гасить, я сказал. Это, в первую очередь, тёплые ванны. Нету ванны, душ. Нету ни того, ни другого. Ну, значит, вот в баню можно ходить. Ну, я не знаю, так скажут, в бане нету, денег нету, ещё чего-то нету. Ничем я не могу заниматься. Кроме что вот такое, понимаете. Опять-таки, вот здесь вот наглядно прослеживается упрощение. Вот мне что-то одно, вот или то, или это. И это не только у славы, это у большинства людей, у 90%. Они не хотят вдаваться в проблему, не хотят коренным образом менять свою жизнь, не хотят что-то там исправлять для того, чтобы получить совершенно иной результат. Как говорила Кокоша Нэль, вы хотите иметь что-то иное для себя. Поэтому вы должны поступать в жизни так, как вы раньше не поступали. Тут этого нету. И поэтому вот мне травку примет, мне это примет, мне это примет, а вот это вот не помыло. А что вот мне делать? А что дальше? А что вы порекомендуете? Вот, я порекомендую то, что и рекомендовал. А именно в этой беседе. Успокоиться первым делом. Сесть и крепко подумать. Почему у меня такая жизнь вообще? Почему мама такая нервная? Почему я там за нее так вот переживаю? С чего это все началось? И как это все устранить? Это должны сделать вы. Потому что это проблема ваша. Больше я вам ничего подсказать не могу. Продолжение следует...